Всем привет! Очередное видео рубрики связанной с большегрузыми грузовиками, с фурами, тирами и тому подобную, с сидельными тягачами, как угодно это называйте. То есть работа по категории С плюс Е. И уже не первое видео, наш коллега Денис делится своим опытом, своими впечатлениями, своей практикой. Перешел он с буса на тир, то и уже на тире имеет достаточно опыта. И вот в этом видео он делится информацией, как он менял работу. От себя хочу добавить, что вот этот период как раз зима, февраль как у него, начало марта, такая была стагнация, что и в бусовой сфере было проседание, ну и в большегрузых грузовиках тоже было проседание по ставкам, по зарплате, по работе. Я стоял на паркингах с тирами, общались, что, говорит, там водители рассказывали, такого никогда не было, что вот стоишь пару дней без работы, нету заказов, нету рейсов и тому подобное. Проседание по деньгам, все, что с этим связано. Ну вот, давайте послушаем Дениса. Доброго дня, телезрителям канала Константина. Ушел на новую фирму работать в марте месяце. И получается, ничего особого интересного не происходило у меня до марта месяца. Я работал на прежней работе, рутина шла. Получается, в марте я выезжал последний раз со старой фирмы в каденцию. И уже они меня предупредили, руководство с этой фирмой, что, дружище, ты выезжаешь в последний раз. У нас работа не идет по Европе, заказов нету, как бы мы несем убытки. Если хочешь, оставайся с нами, но будешь работать по Польше водителем на фуре. Ставка они предложили что-то около 305-310 злотых каждый день с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье, выходные дома я бы находился. Но меня это не устраивало, я говорю, нет, я уже как бы хочу работать дальше, продолжать на Европе. Ну и в общем они дали мне срок, три недели. Это был конец февраля, начало марта. Я выехал, у меня был запас времени немножко. И пока работая на этой фирме, я уже искал что-то другое. Начал обзванивать компании, которые находил на Алексе, звонил. Ну, много чего интересного рассказывали, много чего интересного предлагали. Ну, в общем, это все только слова. Чтобы с кем-то там поговорить, с водителями у меня не получалось. Я не знал этих фирм. Только чисто на доверии к руководству там или тот, кто набирал компанию. Кто-то правду говорил, сразу там задаешь вопрос и понимаешь, что, наверное, не стоит лучше связываться. А друзья, знакомые, которые работают водителями, да. У меня не таких много, пару человек там есть. И вот мне один подсказал к нам контакты одной фирмы, я им позвонил. Они сказали, нам не требуется. Короче, что я могу сказать. На всех хороших компаниях уже водителя не требуется. Требуется только на таких более-менее средних, если можно так сказать. Ну, и все равно я вот эту другую работу нашел не то, что там по отзывам каким-то, а через своего знакомого. Он начал работать на ней, вроде бы неплохо начал отзываться. Я ему раз, десять, может, звонил, задавал какие-то вопросы. Все постоянно. Что касается этой работы, он был доволен. Ну, и в общем, я решился перейти в эту компанию. И вот я в трассе уже созванивался там с руководством. Уже начали процесс оформления этой красной бумаги. Я, получается, съехал где-то в середине марта. Да, это где-то были, может, числа 10 марта. И сразу же на следующий день я к ним пошел на разговор в этот офис. Они мне сказали, чтобы устроиться к нам на работу, ты должен иметь корочки АДРа, документы. Сделать заново медицинскую комиссию. Ну, и дождаться этой красной бумаги. АДР я сделал быстро. Сразу же после разговора записался на курсы группы выходного дня. Он там три дня отучился. И через недельку уже эти документы мне прислали почтой. Ну, и проходила у них там такое обучение, как бы политика компании такая, что ты должен там пройти обучение у них и пройти курсы АДРа. Все, и это быстренько как бы сделали. И я вернулся домой. Недельку дома еще побыл. Они мне позвонили к разной бумаге. Готово. Документ уже АДР пришел и сказали уже, давай, собирайся, короче, на такой-то день. И вот уже у меня первая каденция на этой новой фирме закончилась. Уже идет вторая. Уже, можно сказать, экватор второй каденции. Что я могу сказать по итогу первой каденции? Она как бы у меня прошла гладко. Никаких там вопросов не было. А вот вторая немножко, не знаю, чем это связано, какие-то косяки получаются. То там это, это, то колесок выстрелит, то что-то с машины начинается непонятное. То подсапаешься с этим экспедитором. Настроение спортит. Вроде бы как бы идет работа, но все равно что-то не там. Первое намного лучше было. Расскажу про эту фирму. Название называть не буду. Если кого-то что-то заинтересует, вы потом позже напишите в сообщении лично. И я отвечу, скажу название компании. Вроде бы как бы требуются нам водителя на эту компанию. Не знаю по какой причине. Скорее всего, что она расширяется. Не то, что там уходят с нее. Да, есть, конечно, движение на всех транспортных компаниях. Но она связана больше с тем, что работы очень много. Работы очень много, она расширяется. И постоянно эти машины в движении, в движении, в движении. Здесь нету такого, что машина закреплена за одним водителем. Ты съезжаешь, она стоит и тебя ждет. Тут постоянно происходит замена водителей в трассе. Либо в Польше, либо где-то недалеко от границы немецкой тебя меняют. Ты просто садишься на легковую машину, едешь к грузовику. Второй водитель выходит с грузовика, пересаживается в легковую машину и возвращается на офис. А ты вместо него садишься в грузовик. Нету там таких брусиков, 8 человек и поехали они туда под Испанию меняться. И целую неделю катаются. У нас такого нету. Замена быстрая и безболезненно это происходит. Каденцию можешь выбрать себе 3 на 1, 4 на 8 или на сколько дней. В общем, я работаю по такой схеме 4 недели. 4 плюс сверху еще каких-то 3 дня. И это получается в среднем где-то 30, 31, 32, 33 дня. И потом мне предоставляют отдых. За каждые 3 отработанных дня тебе предоставляют 1 день выходной. То есть я отработал каденцию прошлой 33 дня. И они мне дали 11 дней. Нормально. График такой понимается. Ты не будешь там себе выбирать. А, выходные или праздник, Новый год там получается. Все, заезжаешь на эти праздники и поехал. Могут поменять в воскресенье. Можешь на субботу. Короче, по-разному. И эта замена уже считается у тебя в тот же день, когда ты сел в легковую машину и поехал на замену. Она уже считается у тебя рабочим днем. Что касается по форме оплаты. Здесь у нас получается подстава идет. Это минимальная краевая. Она в пределах там 3000. И плюс дневка 280. Это диета идет. И еще с доплат есть такие приятные бонусы. Это доплата за часы вождение. То есть, если ты 4 часа проехал, тебе ничего не заплатили. Но если ты проезжаешь больше там 5, 6, 7, 8, каждый час отдельно отплачивается. Чем больше ты проехал часов, тем больше ты можешь заработать. Максимально, наверное, там 10 час, 72 злотых что-то идет. Ну, сверху за месяц еще можно накинуть грубо тысячу. Что у меня конкретно по зарплате вышло? Я отработал апрель месяц. В апреле у меня вышло, наверное, 25 рабочих дней. И за это я получил 10100. Ну, разделить на рабочие дни. Зарплата где-то получила в среднем 405 злотых. Ни низ рынка, ни верх рынка. Это вроде бы, как бы, мне кажется, что-то такое среднее. Что касается машин на фирме. Машины, как бы, не старые, не ушатанные. Вот я уже сажусь на вторую машину 2021 года. И с пробегом, что та была 210 тысяч, то и эта 210 тысяч. От шротов старых избавляется, насколько я знаю. 500 тысяч километров их уже продают. Есть база своя ремонтная. Смотрят за машинами, там ремонтируют. Можешь помыть, там приехать на базу. Как бы проблем с этим нет. Что касается еще таких тоже приятных плюсов на этой фирме. У тебя будут постоянно оплачиваемые парковки. Автохофы без проблем. На фирме берешь деньги. И ты каждый вечер, каждый там, хоть зацепленный, хоть отцепленный. Хоть грузом, хоть без груза. Можешь становиться без проблем. Что касается самой работы. Трассы, они не длинные. Максимальная трасса у меня была 900 километров. Ну и потом начинается там 5-6 разгрузок. И ты катаешься. И у меня вот прошлая каденция прошла на таких кругах. Во Франции я 3 круга сделал. Прицеп зацепил и поехал разгружать. Типа как курьер такой. Разгрузился, во Франции загрузился и обратно на базу вернулся. Таких моментов, что ты там приезжаешь, увязываешься, ремнями нет. Часто цепляешь прицеп уже, который у тебя загружен. Там холодильник, вот реф, АДР часто возим, да. И он уже загружен, не надо ничего там цеплять. Загрузка же обратно там перемычки идти поставил. Все, дальше поехал. Вот. Один раз только за всю каденцию я развернул, наверное, 14 этих ремней. И все, больше ничего. Не стягивал никаких грузов за 33 рабочих дня. Все как бы неплохо. Ну, я говорю, если кто-то любит по 1500 километров и одна загрузка, и одна разгрузка через день или через два, то я сразу говорю, что эта работа как бы вам не подойдет. Ну, вот эта каденция, я говорю, что не особо пошла, потому что мне не понравилась одна загрузка была. Меня загрузили и шесть разгрузок у меня было во Франции. Это постоянно пробки, постоянный стресс. Времени на все не хватает. Тебе говорят, давай там подъезжай. Что еще про работу? Ночных язв нету, постоянно отдыхаем. Позже восьми никогда и не работал, если так признаться. Ну, в зависимости, во сколько ты смену открываешь. Ну, восемь, девять, это уже все, это потолок. В сорок пятки постоянно стоим. По субботам это редко, когда если только доехать, там тебе нужно или паркинг хороший выбрать, чтобы встать. Ну, и все это, конечно, оплачивается по этим ставкам. Подстава плюс 280. Сверху еще злотых каждый день. Ну, и плюс премия. Вот такая информация про эту фирму. Если кому-то будет интересно, пишите. Подскажу контакты. Это что касается водителей на траках. Но при этом, я же говорю, вам нужно будет сделать АДР-курс по-любому. Всех обнял, всех поцеловал и до новых встреч. В очередной раз Денису благодарность, респект и уважуха за то, что он выбирает время и делится с нами информацией. Лично от меня пожелания, если Денису будет угодно и, возможно, все-таки поподробнее. Он так сжато и коротко. Но мне вот, меня лично интересуют подробности. Что значит проблемный рейс, что ты недоволен. Какие-то именно, какие-то вот эти мелочи, нюансы работы, они интересны. Вот, мне лично интересно и думаю, что и зрителям канала тоже это интересно. Больше, больше, больше подробностей. И повторю то, что говорил Денис. Пишите вопросы, пишите какие-то пожелания, комментарии в комментариях под этим видео. Если вас интересует работа, то вот контактируйтесь с Денисом и он вам даст информацию об этой фирме. Как всегда, поддержите лайком, пишите комментарии, задавайте вопросы и до следующих встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok